Ассаляму алейкум, рахматулла барекатуху, мира вам, милости, блага Всевышнего Аллаха, уважаемые зрители телеканала Хузур ТВ. Мы снова с вами в белой студии Хузур ТВ, а это значит, что начинаем очередной выпуск программы «Давай поговорим», где вместе с нашими уважаемыми гостями мы поговорим об очередных интересных вопросах и жизненных ситуациях. Так или иначе, мы все мечтаем о путешествиях, ждем своего отпуска, чтобы поехать к солнечному берегу куда-нибудь на море. Однако каково это, когда путешествие становится не только вашей профессией, не только хобби, а целым образом жизни? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Итак, у нас сегодня в гостях путешественник с большой буквы этого слова, Антон Кротов, основатель Академии Вольных Путешествий. Ассаляму алейкум, рахматулла барекатуху, Антон. Алейкум ассалам, тоже рад вас всех видеть здесь, в Казани. А также наш постоянный эксперт, султан Хазрат Муразимов, имам Хатыб Мечетти Рамазан, города Казани. Ассаляму алейкум, рахматулла барекатуху, Сунадрат. Алейкум ассаляму, рахматуллаху барекатуху. Итак, Антон, почему именно путешествие? Почему не инженер, почему не летчик, почему, я не знаю, ни пожарный, ни космонавт, как многие, наверное, в детстве хотели в нашем своем поколении, но вот почему именно путешествие? Ну, это вообще сложный философский вопрос, потому что никто не знает, из чего состоит наша личность, где тут есть какое-то наше призвание, что дается от Всевышнего Творца, что мы создаем сами, что от родителей. Тут вообще понять невозможно, как наша личность комбинируется в течение десятилетий. Но так вот получилось, и я доволен своим выбором, своей жизнью, что я действительно в жизни очень много путешествую. Путешествую уже 14-15 лет, я уже начал много путешествовать, и продолжаю это вот сейчас уже в протяжении 33 лет. Так уж получилось, и хвала Всевышнему, все очень хорошо. Замечательно, прекрасно. Сунадрат, вот с точки зрения ислама, путешествия, как вот религия относится к путешествиям, к тому, что человек постоянно в каком-то движении? На эту тему хотелось бы тоже услышать одну. Путешествия — это очень одно из методов определенного познания Всевышнего Аллахатара. Аллахатара в Куране прям конкретно говорит, «Аулу вилляхи минус шейтон рожим, бисимилляхи урахман рожим, сиру фил арды». Ездите, путешествуйте. Не просто там «all inclusive» на Турецкий берег или в Сочи на земле. Странствуйте по земле и наблюдайте, созерцайте, размышляйте о милости Творца, о прекрасах, о горах, которые Всевышний Аллахатара создал и держит земную кору, о реках. И чем больше человек проникается этим самым, тем больше он начинает понимать, что Творец везде, что Всевышний Аллахатара, он везде находится. И в этих моментах как раз есть очень важный аспект. Человек, он становится ближе ко Всевышнему Аллахатара, потому что появляется тавакуль. Тавакуль — что такое тавакуль? Тавакуль — это упование на Всевышнего. Потому что какой бы у тебя ни был толстый кошелек, какой бы у тебя платина и так далее ни была карточка, понимаешь то, что ничто это не заменит Всевышнего Аллахатара, потому что это все можно в одночасье, в односекунду потерять. И если у тебя есть упование на Всевышнего, то это самое наилучшее, на что можно опереться. Из этого я как раз искренне радуюсь. И я, честно говоря, тоже внутри сам, ну, такой латентный путешественник, потому что четверо детей, с ними особо как бы так тяжело путешествовать. Но мы каждый год выезжаем на месяц примерно всей, там, как бы всей семьей, Аллахатара, и едем дикарем. То есть это не просто куда-то, а поехали, давай сюда поехали. Ага, смотри, остановились, все, палатку поставили, с семьей там становимся ближе. В машине едем, это тоже самый процесс ознакомления семьи, конфликты возникают, там, компромиссы находятся. И все это взаимопомощь определенная сплочает семью, человека кругозор расширяется. И потом уже возвращаясь, мы понимаем, что была часть запланированного путешествия, но она как бы особо не осталась в памяти. Ну, стало там, например, в прошлом году. Получилось так, что мы все рассчитали по дороге и на пять минут опоздали в Грузии, закрыли трассу. Там какой-то обвал был, закрыли трассу, пять минут прошло, и все, только грузовики отправляют. И у нас, гаечники, все, оставайтесь здесь. А у нас бензин закончился, обратно не вернуться. И мы около трассы остановились, супруга с детьми в машине, я на скамейке, там есть отель же, три звезды, пять звезд, а здесь миллиард звезд. Отель, ты лежишь около общественного туалета, люди проходят. Я помню, я за час на скамейке в холоде, я выспался, и просто лежал, и настолько прилив энергии был. Я там молитвы все прочитал, там, естественно, мне попалось, там, от супруги за все то, что не рассчитал, не просчитал. Но вот сейчас с семьей вспоминаем именно эту ночь. Она настолько знаковая, она вот прям сейчас только самые теплые-теплые воспоминания оставляет. У вас, наверное, тоже такие очень много случаев таких казусных, непредвиденных, ну, приятных. Ну, много непредвиденных случаев, но они обычно хорошо все заканчиваются, то есть все даже в любое, любая последовательность событий всегда правильно. Много было таких случаев, что я или кто-то там из моих попутчиков, там, мы едем вместе, и начинаются какие-то последовательности, неприятности, но надо просто дождаться до конца этой последовательности событий. И потом, в конце концов, все это переходит в как раз какое-то правильное событие, которое нам Всевышний подготовил. Просто без этих мелких неприятностей этого большого приятного случая бы не было. Можно даже вспомнить несколько таких вот необычных примеров. Например, однажды в Индонезии, даже на Папу, вот здесь вот около города Джайпура, я хотел улететь на попутном самолете, хотел улететь оттуда, из Джайпуры. Но вояки меня не взяли в попутный самолет, но бесплатно напрашивался. Они сказали, что у них какой-то там следят за ними, в общем, не пустят. И я шел пешком по небольшому аэропортовскому городку, сел в маршрутку, в маршрутку меня выгнали почему-то, хотя я вроде заплатил за проезд, меня водитель выгнал. Стал наступить машину, машина тоже не стопится. Думаю, странно, почему водитель выгнал машина, не стопится. И 2-3-4 минуты стою, никто, значит, не подбирает, 10 минут никто не подбирает, потом вдруг подъезжает такой джип, оттуда выглядывает такой достаточно крупный человек, вот такого примерно комплекса. Говорит, ассаляму алейкум, это Антон Кротов, я про вас читал в сегодняшней газете. Говорит, давайте поезжайте, приглашаю вас сегодня на обед. Он меня забирает, говорит, а что вы тут делаете в поселке? Я говорю, я вообще хотел улететь с вашего аэропорта, но меня вояки не взяли. А, говорит, улететь. Я как раз думал, у меня как раз такая проблема, куда дать садака. Давайте я себе куплю ему билет на самолет, вы согласитесь полететь? Говорит, соглашусь. Вот, вообще, говорит, все хорошо. Поехал, значит, в кассу, купил мне билет, но до самолета было еще 2 дня, значит, я притащил себе в дом и 2 дня меня всячески кормил, поил, обихаживал и в итоге, значит, потом посадил меня на самолет и отправил оттуда. Вот, просто человек такой большой, состоятельный, думал, ну, кому бы какой-нибудь там садака дать, ну, некому, не знаю, что делать. И тут как раз я иду, про меня в газете прочитал. А как раз меня из маршрутки выгнали за полчаса до этого. И машин не стопили, ну, вот какие все вредные люди выгоняют с маршруток, не стопятся. А это все было для того, чтобы меня как раз этот полезный человек меня увидел на дороге и забрал. Так и много других случаев они происходят ежегодно со мной, ну, вот сейчас даже вот в Малави, например, был в этом, в, это в Африке. И там тоже были неприятности. Машины, когда я ехал, ломались, водители там плевались, не хотели везти, гаишники выгоняли всех пассажиров из машины, заворачивали водителей. Как-то все очень кисло было первую половину дня, как-то все не ехалось. И потом, значит, я, наконец, приехал в какой-то поселок, иду по поселку, ну, городок такой, и, слушай, значит, азан происходит. Ну, не было видно мечети, просто азан происходит. Я пошел на звук азана, посмотрел, что там происходит, и оказалось, там происходит всемалавийский конгресс мусульман. Как раз собрались все мусульмане Малави, такие, такие серьезные такие проповедники все, и там, причем мечеть дороги была не видна. А именно так вот получилось, что как раз я оказался в тот момент в поселке, где прозвучал азан, я туда пришел и смотрю, а там уже сотни таких интересных людей, вся, так сказать, весь цвет малавийской умы и заграничной тоже там собрался, но я там и остался и заночевал тоже, там такой, как слет такой оказался. А если бы там машины бы ехали вовремя, если бы гаишники стопили, то я просто проворонил бы этот азан, и оказался бы в другом поселке, и на этот конгресс бы не попал. Так что очень часто мелкие неприятности, которые с нами происходят в течение дня или даже месяца, они все ведут к какому-то важному событию, нужно сохранять упование на Всевышнего и помнить, что любая последовательность событий всегда правильна. Если кажется, что-то не так, нужно просто уметь ждать, иметь терпение, такой собр иметь, потому что просто мы не дошли до конца этой последовательности событий. Интересная история вспомнилась как раз. Был такой известный Имам Налик, и в то время же не было соцсетей, не было газет, все слышали о нем, о, какой проповедник. Ну вот если он стоит перед тобой, он не понимал, что это Имам Налик. Он каждый раз проходил, его звали в разные города, вести проповедь, и он проходил по знакомой дороге и заблудился среди белого дня. Туда пошел, сюда пошел, заблудился, уже стемнел, он думает, днем заблудился, ночью точно я сейчас не дойду. В общем, решил в соседний город зайти, в котором никогда не был. Зашел, ну куда дойти? Услышал Азан, ночная молитва, пошел намаз читать. Почитал намаз и подумал, наверное, лучше стоит переночевать в мечети. Начал сидеть, там взял тазбих, читает, и тут охранник пошел, слушайте, извините, у нас здесь так не принято. Мы почитали молитву, и чтобы было спокойно все, мы там прикрываем двери, чужестранцев не пускаем. Мы не знаем вас вообще, с какими намерениями вы пришли. И он, ну, как бы, ну ладно, все, спасибо. Вышел он на ступеньках, сел около мечети, начал дальше читать молитву и думает, к чему бы это вообще? Всевышний же направляет его куда-то. И тут этот охранник выходит, а он такой военный, он вот только белый или черный, серый, буромалиновый, каких-то нету цветов. Он берет, ты что, не понял, что ли? Раз его за руки, за ноги, на другую сторону дороги так оттаскивает, практически вот так швыряет. Он говорит, я такой ученый, там, хафиз, ученый, ну, как бы люди обычно на руках, о, имам Малик, как бы уважение показывает, а здесь вот настолько Аллахатаря просто опустил его, он весь такой в пыли сидит и не может понять, что такое. Он не обижается на того человека. И тут выходит человек, хлебопекарь, уж извините, говорит, этот человек, он неплохой, он просто любит справедливость. Он вот белый и черный, его поставили главным, вот, охранять, бдить, как бы, порядок в мечети. Вот он бдит, как может. Вы же не обижайтесь, я всю ночь готовлю хлеб. Бегу хлеб, я все равно не сплю. Давайте ложитесь на мое место, отдохните, я вижу, что вы чудостранец, издалека пришли, в пыли, и тем более вот так немного вас так оскорбили. Он, как бы, имам Малик лег, лежит вроде, и все, с головы-то не выходит. Аллахатаря куда-то его, ну, толкнул же, Аллахатаря привел к этому, сколько лет он живет, и вот первый раз вот так произошло. И тут лежит, он слышит, как хлебопекарь читает единственную молитву, какую? Аллах, Аллах, я Аллах, 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 я Аллах. Ни бисмилляхи рахмян рахим, ни там другие молитвы, ни Аль-Хам, ни Аль-Туль-Курси. Вообще, просто повторяет Аллах, Аллах, я Аллах. Он подумал, наверное, Аллахатар отправил меня, чтобы я обучил его какой-то молитве. Дай-ка в качестве благодарности я его обучу молитве. Он подошел к нему, давайте я вас обучу. Тот говорит, зачем мне? Мне моя молитва устраивает. Я опять все равно намазу читаю, как могу, с ошибками, но читаю. И вот эту молитву, я постоянно повторяю еще плюс к этому. Я знаю другие молитвы. Ну вот эту, неужели, говорит, ну это и хватает молитвы. Совсем просто Аллах, Аллах, я Аллах. Что за такое? Три раза Аллах повторил. А мне, говорит, все молитвы, все мои просьбы, они приняты Всевышним Аллахатаре. Не может быть, как так? Неужели все? Ну, говорит, почти все. Вот еще одна молитва есть. Я говорю, все прошу, Всевышний как-то не принимает ее. Какую? Я слышал, что есть такой ученый, имам Малик, проповеди отменные, такой искренний. Я слышал, туда пошел, там в соседнем городе рассказал. Туда пошел. Я вот уже несколько дней прошу, я рабам, дай мне, чтобы я посидел на проповеди, чтобы к нам в город тоже пришел. Имам Малик расплакался. У тебя, говорит, сильнейшая молитва. Меня, говорит, среди белого дня заблудился. Зашел мечеть с мечети, выгнали к тебе под дверь, просто бросили, как просто тряпку какую-то. И я оказался у тебя дома, говорит, слушай, у тебя сильнейшая молитва. И он таким образом как раз описывает, имам Малик, что основа в молитве это искренность. И даже человек, если просто повторяет Аллах, Аллах, я Аллах, и просит у Всевышнего с искренностью, наполненностью, эта молитва как раз принимается. Поэтому ваша история, она примерно о том как раз похожа, что надо довериться. Довериться же всегда тяжело. Выезжаешь, мы же всегда там доверяем, на банковский счет, на карточку, на там знакомство. А здесь, когда выходишь, и ты никто. Тебя они тут не знают вообще. Ты могут, даже заплатив за проезд, выгнать из автобуса и идти отсюда. И тут просто человек остается только один, на кого он упывает, Всевышний. И Всевышний он никогда не бросает. Он открывает пути, открывает настолько много подарков. Вот каждое испытание, даже испытание, выгнали из автобуса. Что делать дальше? Куда идти? Я вообще, в чужой стране. И в этот момент, когда только на Всевышний уповаешь, Аллах отряда тебе все богатства мира открывает. Субханаллах. Антон, вот у меня такого рода вопрос. А по какому принципу вы выбираете страны, в которые вы хотите поехать? Это рождается как-то спонтанно? Вот я вот ночью приснился в Вьетнам, и я туда поехал. Или какой-то там, я не знаю, что-то какой-то видит свет, вот там вот какие-то пейзажи в голове. Ну, как-то это все происходит заранее. Я заранее стараюсь обдумывать там за 2-3 года, обдумывать свои планы на посещение разных регионов и стран. Смотрю и думаю, если какие-то регионы мало изучены, например, вольными путешественниками, скажем, где-то про эти страны мало знают, или в этих странах я лично не был давно, или, например, многие люди там не были, или, например, как Афганистан, поменялось, надо проинспектировать, посмотреть. Афганистан там был 2 раза, но интересно, что там поменялось с новым режимом. Посмотреть тоже. В итоге, исходя из многих факторов, я планирую следующие путешествия, но исходя из политической обстановки тоже, куда-то и выводы, надо ехать. Ливия, Сомали, например, надо ехать, а не поедешь. Там трудности с визой. Трудности с визой, спокойно ты, неспокойно, ладно, просто проблема бюрократа. Непонятно, в Сомали там 26 разных там вооруженных кланов, кому там за визой обращаться, непонятно. Значит, в Ливии тоже там разные правительства, у кого визу спрашивать неясно, да и в тюрьму посадить тоже будет не очень комфортно. В итоге, постепенно изучая политическую ситуацию, пограничные переходы и саму интересную страну, создается постепенно новый интересный маршрут, например, на зиму. И я отправляюсь, вот как сейчас недавно был в Южной Африке, отправляюсь, смотрю, там что-то не доделал в жизни, не был там в Киптауне, не посетил Зимбабве, надо проверить также Малави, там мало кто бывает. Так постепенно складывается маршрут и уже за несколько месяцев до поездки уже все понятно, уже куда я еду, и маршрут более-менее в основных чертах понятен. Ну а какие-то уже подробности, мелочи уже решаешь по ходу дела, посещение какого-нибудь определенного небольшого там города или места, или человека, это уже можно решать уже на месте, находясь в стране. Так что это такой долгий, сложный процесс обдумывания, который длится там месяцами, годами обычно. Какие-то маршруты там за пять лет начинаешь обдумывать, потом там через пять лет возникает возможность, и их уже осуществляешь. Можно спросить вопрос такой, а что именно обычно вы выбираете, чтобы посетить в этом городе, например, в этой стране? Значит, ну, там не так много основных объектов, если это город небольшой, интересно посетить. Ну, я собираю всякие сведения про мусульманские общины, посмотреть мечеть, посмотреть местных мусульман, я собираю также поезда. Если в стране есть вокзал, посмотреть там поезд, может, там где-то сохранился. Обычно они уже деградируют в Африке, в Азии. Посмотреть железнодорожную станцию, посмотреть, как живут люди в большом городе, в маленьком и в селе. Посмотреть на сельскую жизнь, сельский быт, там сельский рынок, например, посмотреть. Посмотреть школу, также, как учатся дети, может быть, выступить перед детьми, если там есть урок, например, английского языка, выступить в школе. Или зайти, например, выступить в мечеть или медресе, если такой имам понимающий, и там часто приезжает кто-нибудь, кто-нибудь рассказывает, тоже, меня тоже будет возможность мне выступить. Потом, значит, интересно посмотреть, если есть возможность, скажем, госпиталь, как люди лечатся, какой-нибудь магазин, что там они продают и что они выращивают. В итоге, значит, вот смотришь, мечеть, школу, магазин, рынок, больницу, железнодорожную станцию, если она там есть, какой-нибудь необычный объект исторический, может, там тоже имеется, ну, а уже по остаточному принципу может быть какой-нибудь музей или что-то еще, что обычно туристы посещают. Но, как правило, в глухих местах сама жизнь представляет собой уже настоящий музей, где-нибудь там любая афганская деревня или там какой-нибудь даже кишла в горах Таджикистана, он будет гораздо интереснее, чем музей, потому что смотришь, как люди заготавливают дрова, как они строят дома, как они выращивают какие-то овощи, как они там копают колодцы, все это очень интересно. Современная людская жизнь нынешняя, как они там строят какие-нибудь сооружения свои, из глины лепят, как они копают, все это очень интересно. Так что вот, и это все я смотрю в населенных пунктах, потом передвигаюсь дальше, в следующий. Я описываю все в книгах свои приключения, также делаю еще путеводители по разным странам, где описываю, как другие люди тоже могут проникнуть в разные страны и города мира. — Хочу сказать, что Антон у нас, кстати, является не только автором большого количества книг, он также является автором программы «Хузур Ваяж» на телеканале «Хузур», причем еще не один сезон уже, а целых полноценных два сезона, возможно, и третий сезон тоже будет у нас выходить. Так что, я думаю, можно посмотреть его путешествие вживую, воочию, на нашем канале для всех желающих. — Я думаю, у нас среди зрителей вообще есть тоже люди, которые загорелись этим, то есть, во-первых, сам призывает, путешествуйте, наблюдайте, созерцайте. Что вы в основном берете для себя в путешествии, что вот необходимое? — Ну, самое важное — брать с собой паспорт, чтобы он находился на расстоянии не больше одного сантиметра от вашего организма. То есть, паспорт всегда при себе, нигде-нибудь там, ни в чемодане, ни в рюкзаке, там, ни на полочке. Паспорт, чтобы на расстоянии не больше одного сантиметра от вас был. То есть, сейчас это очень важно. Второе, ну и когда же, еще более важно — это мозг. Мозги надо взять и паспорт. Это самые важные предметы, без которых путешествовать крайне затруднительно. Так что мозги, паспорт, остальное все уже в зависимости от вашего стиля путешествия. Конечно, нужно иметь терпение. Такая важная вещь, потому что все происходит обычно не вовремя, все опаздывает. Особенно, чем дальше мы едем, тем больше нужен запас времени. Ну, вот понятно, что лучше рюкзак, а не какой-то там чемодан на колесах, чтобы у вас руки были свободны. Спальный мешок, чтобы было в чем спать. Какие-то там кровати перин вам часто не подсунут. Понятно, что какие-то там одежды запасные, какие-то предметы одежды. Кипятильник очень важно, потому что в тех странах, где есть электричество, оно уже во многих городах в мире есть. Можно вставить там кружку, кипятильник. Вы себе вскипятили чай, сделали себе, там сварили себе овсянку. Все это полноценная еда без расходов и труда. Себе в любом месте пришли, там хоть библиотеки, хоть мечети, и кипятильник. Все вскипятили, у вас уже при себе чай есть. Так что уже, можно сказать, уже и поели. Если какой-то другой еды не обнаружится, то уже так чаем поели по-простейшему. Так что кружка, ложка, кипятильник, спальный мешок, рюкзак и паспорт. А остальное в зависимости от того, как вы вообще путешествуете. Понятно, что какой-нибудь фотограф берет там фотоаппарат. Какой-нибудь человек возьмет с собой еще какие-то предметы своего творчества или труда. Ну, с ноутбуком я вот езжу, потому что я писатель, я записываю что-то на ноутбуке. Раньше записывал вручную, были бумажки многочисленные, тетрадки, бумажки, записки. Так что в зависимости от вашего стиля путешествия. Главное, чтобы это не было слишком тяжелым. Возьмите такой рюкзак и денек, начиная с 7 утра, поездите на автобусах по Казани или по другому большому городу, чтобы видеть, насколько вам удобно вообще с этим рюкзаком перемещаться. Понятно, что если слишком тяжело таскаться, то, значит, что-то вы лишнее взяли. Оставьте это дома и отправляйтесь с таким грузом, который вам будет несложно с этим грузом вообще по городу передвигаться. Иначе тоска будет. Будет только и думать, куда бы пристроить свой рюкзак. Вот так. Понятно. Антон, у меня такого рода вопрос. Ну, вот насколько я знаю Антона, да, то есть достаточно такой аскетичный человек. Вот, скажем так, при всем вашем аскетизме, как ваша супруга относится к путешествиям, к вашему образу жизни? Мне, я знаю, что вы второй раз поехали в Афганистан в свою жизнь и поехали туда с супругой. Не было, я уже третий раз. В третий раз, извините, я пропустил этот момент. В третий раз, да, с супругой поехал, конечно. Катерина, моя супруга, а ей тоже интересны путешествия. Но путешествовать 10 месяцев в году, как я, ей, конечно, сложно. Поэтому ездят на где-то несколько месяцев в году. Например, в прошлом году мы ездили как раз из России через Казахстан, посетили Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. И супруге было очень интересно поехать в Афганистан. Тем более, что с помощью супруги можно узнать женскую сторону афганской жизни, которая от нас скрыта. То есть нас приглашают в гости, и супруга исчезает. Ее похищают в женскую половину дома, а потом, значит, уже после окончания, на следующий день уже достают оттуда. И мы как раз можем таким образом узнать, что происходит у женщин, я узнаю, через Катерину. Также она была еще со мной в 50 разных странах. И в Индонезии, и на Мадагаскаре, и в Соединенных Штатах Америки, и в Мексике, и в Никарагуа, Гватемале, там на Занзибаре, в Кении, Танзании, в разных таких нетиповых местах. Мавритании. Катерине очень понравилась Мавритания. На таких, на Каморских островах, на Мальдивах, в Индии, на Шри-Ланке. То есть, довольно много так Катерина посмотрела, но обычно несколько месяцев подряд уже достаточно. Она будет загружена воспоминаниями, и можно будет уже ей спокойно отдыхать, переваривать все это, вот скажем, до следующей зимы. Следующей зимой, иншаллах, мы едем, вот опять Индонезия, Буговосточная Азия. В Индонезии у нас будет такое мероприятие, трезвый Новый год на пароходе. То есть, я всех желаю провести трезвый Новый год на пароходе в Индонезии, садимся на пароход и плывем с города Сурабая на северо-восток Индонезии, в район города Тернати. Там плыть примерно шесть дней, и там целый коллектив поедет, очень хороший такой, это будет конец декабря, как раз выходные, начало января выходные в России, и многие люди к нам присоединятся. А потом я Катерину вытащу на остров, вытащу на остров Сулавесии, и мы поедем автостопом через Сулавесии, например. Конечно, это очень интересно, и Катерина очень рада будет и ждет с нетерпением, когда наконец настанет очередная теплая зимовка. Как раз первый выпуск у нас, по-моему... Да, была про Индонезию, первый выпуск, да, как раз пароход, это вот как раз был еще 18-й год, конец 18-го, начало 19-го, когда мы тоже плыли на корабле. Потом грязевые, там вот эти все дороги, хуже, чем у нас, кстати, и каки, вот эти... Ой, Попо, да, это очень интересно, да, Попо. Такие самые казусные, такие смешные моменты в путешествиях, как... Ну, казусные моменты, они не очень-то серьезно казусные, если готовишься, то сильно больших казусов-то не будет. Но обычно связано с тем, что где-то там застрял, где-нибудь там визу не дали, обычно такого рода казус возникает, бюрократического характера. Где-то там заточили в тюрьму, там по глупости, потом через несколько, там некоторое время отпустили. Как, например, в Танзании поставил палатку на Банановом поле. Оказалось, какое-то секретное Банановое поле, наутро, значит, прибежали эти самые... Полицейские. Не то, солдаты целые, а вон приехал с автоматом, меня так окружили со всех сторон, меня так брали, как страшного преступника забрали, увезли сначала в воинскую часть, потом в суд. Ну, потом через 4 часа отпустили. А в Нигере вообще у них фотофобия, фотофобия такая. Я пришел на автовокзал сфотографировать расписание автовокзала. Выскочил мужик из кассы, который спал на подушке, стал этой подушкой, прятать от меня расписание. Прятать расписание от меня. Потом, когда я все же его сфотографировал с подушкой, с этим расписанием, он погнался за мной, я ушел. Он гнался за мной с криками «Комиссариат! Комиссариат!». Когда я пытался уехать на попутной машине, он меня выхватил оттуда, вытащил и потащил за руку в комиссариат полиции. Шпионский, я сфотографировал расписание. Ну, конечно, я мог бы его поколотить, но тогда бы я подтвердил бы свою вредную сущность. Ладно, пойду с ним в комиссариат, приходим, там сидит два таких, ну, там уже целая очередь людей, которые решают дела. Один, значит, умный милиционер, значит, один, и второй ведет, значит, запись всех дел, которые происходят. И у этого первого тут ящик такой, куда он кладет деньги. То есть сидит очередь людей, все друг на друга жалуются. Один жалуется на другого, потом дают деньги этому, он их в ящик кладет, записывает итог дела, и что-то происходит. В итоге это на меня тоже нажаловался, что я сфотографировал его с подушкой, такое страшное преступление, шпион, сфотографировал его с писанием, я тоже как мог объяснил, насколько я мог объяснить. Но в итоге, значит, меня отпустили, а это мужика оставили, там, в милиции этого кассира. Он бросил всю свою работу, всю свою работу в кассе, охранял этот автовокзал, сидел с подушкой в кассе, ждал этих пассажиров. В итоге он погнался за мной и потерял кучу времени, теперь он попал в полицию, теперь на деньги попал, потому что, видимо, платить придется ему за услуги милиционера. Так что часто все казусы, они связаны с какими-то органами, какими-то местного правопорядка. Чем страна более простая, тем более такие простые там менты и служители порядка. Прицепятся, и потом от них трудно отцепиться. В Чаде, например, принято в каждую деревню, когда приезжаешь зарегистрироваться, а обратно выезжаешь вырегистрироваться обратно. Причем еще за это берут деньги. В итоге, значит, я из какой-то поселка, из поселка по назначению Мау, выезжаю в Чаде, меня извлекают с машины, местным не надо, иностранцу надо. Это какой-то милиционер, ну, понятно, мужик в халате, в бороде, в халате и в челме, меня, значит, записывает какой-то очень пыльный какой-то журнал, потом требует с меня деньги, причем рублей 300, немало денег требует за то, что он записал меня в тетрадь. Я ему даю белорусские старые рубли, 500 старых белорусских рублей. Он, значит, плюется, отвергает. Я ему еще два российских рубля металлических даю, еще монеты два рубля. Он, неожиданно, стал хохотать, стал меня обнимать, отдал мне обратно эти монеты, выгнал меня из этой будки. Вот все, как раз, казусы, связаны с правоохранительными органами. То есть, мне мелочь выгодно держать, да, у Света Савы? Полезно иметь вообще всякие... Российские рубли. ...вот пятирублевки еще сейчас. Хорошо, напечатали новые бумажные пятирублевки. Они вот как раз таким вот милиционерам, взяточникам как раз могут иногда пригодиться. Если уж совсем пристали, уже что-то там хотят, уже прижимают, значит, можно дать пять российских рублей. То же самое, в Буркино-Фасо тоже. Там есть такая технология, когда гаишник останавливает машину, собирает штраф не только с водителя, а с каждого пассажира собирает. Не только штраф, но взятку такую, причем так немаленькую взятку, он собирает у всех документы и потом отдает за сто рублей у каждому. В итоге, значит, тоже помогла российская монета. Вот так вот. Так что в данном случае имеет смысл иметь для всяких взяточников, коррупционеров монеты Российской Федерации. И пятирублевки. Они выглядят даже красиво. Синий, зеленый, такие красивые пятирублевки. Надо их набрать и всем, если совсем уже приспичило, вручать. Будет у них для коллекции. Помню тоже в Казахстане, когда ехал в командировке в Чалме, в Чапане, меня остановят ночью, как какого-то преступника. Все подрезают. А я еду еще чуть-чуть, и доехал бы уже там до города. Все полностью, все машину проверяет, не знает, к чему придаться. Дай, говорит, что-нибудь. В смысле? Ну, дай, говорит, на казахском языке. Казахский похож с татарским. Я говорю, йог, не дам. Открывает, в общем, чак-чак видит. А я вижу, как гостинца. Дай мне вот это. Я говорю, не дам. Я вижу, что он немного, как бы, ну, видимо, он не главный, а главный в машине сидит. И двигает, что-нибудь возьми. То есть номера-то не казахские. В общем, открывает багажник. Это не дам. Это не дам. Деньги? Нет, не дам. И просто, как бы, ночью. Это 12 часов ночи. Трасса. Он показывает на печеньку. А эта печенька, она, наверное, уже ездит, там, ну, полгода у меня в машине. Дети на нее и прыгали. И она вот в фаршок просит. Дай хотя бы вот это. Я ему даю. Он довольный. Здесь все, вроде с прибыли какой-то. Я понял, что все-таки, как бы, печеньки тоже надо, что-то стесное держать. Я говорю, бессмелляйте. Халяль был, он ему сказал. На обратном пути они меня останавливают. Останавливают и просят. Ну, я уже камень поймал, лобовое треснуло. Все, сейчас вот нам же нужно, как бы, такие-таки документы. И я говорю, нет денег. Все. Ну, взятки не положено. Так, я говорю, все, я тебе все сделал. Все, как бы, этот, я возвращаюсь домой. Могу и все просидеть. И он меня подводит к главному. Дают документы. И все приводят к нему документы. И все деньги к нему стекаются. В общем, он, главный, сидит там чай у него зеленый. Все, как бы, столик такой. Там, основатель. Он смотрит на меня. Давай, говорит. Я говорю, нету. Он смотрит, ну, давай. Он смотрит, у меня чалма. И чапан. А ты, говорит, кто, Хазрат, что ли? Да, Хазрат. В общем, сел. А я ехал с водителем. Получилось так, что он, прочитай что-нибудь. Все-все гаечники собрались. Все вот так вот окружили, все послушали. И мне садака дают. Из-за этих кочей. Я говорю, нет-нет, это рахмат. Нет-нет, нет-нет. В общем, отдали. Я прихожу, отдаю водителю. Он говорит, Хазрат, с тобой выгодно ездить. Я говорю, ну, вообще, ну, часто езжу здесь. Мне, говорит, просто только брали. Единственный случай, когда дали, говорит, гаечники, главное, два раза больше дали, чем мы заплатили. Говорит, все эти штрафы, вот эти все пошлины, которые у них. Поэтому иногда вот молитвы искренние как раз именно. Ну, и головной убер, мусульманская какая-то отрывозика, она вот помогает. И все-таки, какой бы ни был человек, у него все равно есть определенное чувство такое, как бы, ну, все равно есть какая-то маломальская вера. И когда ты уповаешь на Всевышнего, в моем понимании, когда в тот самый-самый тяжелый такой ситуации, уже все, бетта, и все, вот вроде все остановилось, все, как бы, в тупик забрался. Но Аллахатара тебе открывает пути, и дальше продолжаешь свое путешествие. Татарский Хазрат, да, он сам в Малайзии заберет. А в Малайзии я почему спрашиваю? Я тоже иногда, как бы, приезжаю, вроде усталший с дороги, у меня, наоборот, энергия проливает, и мне новое место нужно изучить. Я пешком в Куалампур, Малайзии привезли меня, не как читать, в отель завезли, я пошел по улицам гулять. А там, оказывается, они настолько ленивые, ну, не особо любят там по городу, центру. Я пошел какие-то злачные какие-то улицы, и там продают фрукты. Я говорю, крэйзи фрукт такой, такой необычный, дай мне, как бы. Он достает мне какое-то, я назвал это драконьейцо, такое деревянное, он там мачете бьет его полностью, и мне вот там в пакетик, на, вот, не отдает. Я его к себе в рюкзак, и дальше пошел. Я где-то часа три, наверное, гулял. Это не дуриан, случайно, оказался, который завонял. Именно, это же дуриан, и, в общем, все от меня отходят. Я еду уже там в центре, и я думаю, наверное, у малазийцев такая традиция, вечером кушать лук. Ужасно от всех пахнет луком. Я думаю, что такое? В общем, я походил, меня выгнали с этого, как называется, с троин. С поезда, получается, выгнали, я обратно пошел. Думаю, что такое, не понять. В общем, ну, уже устал настолько, что я этот фрукт, крэйзи фрукт не поел, положил в холодильник, и с утра слышу, кто, кто положил в холодильник? То есть в холодильник весь, все продукты пахли. А дуриан — это такой страшный фрукт, который нужно кушать вот так, закрыв нос, но оно очень полезное. Я тогда понял, что меня выгнали как раз из-за дуриана, и пахло луком от всех, потому что это дуриан. И, оказывается, у них штраф огромный за нахождение в общественных местах этим дурианом. Да, так оно и есть, действительно. Там даже есть таблички «не ходить с дурианом» в какое-нибудь общественное место, в гостиницу, в магазин и так далее. Перечерпнутый дуриан даже есть такой знак. Я удивился, конечно. И вот так я познакомился с королем всех фруктов, как они называют дуриан. У них там жвачки с дурианом, конфеты с дурианом. Ну, никуда нельзя с ним находиться. В общем, печеньки с дурианом. По вкусу говорят вкусные. Очень вкусные. Я люблю дурианы, да. Он и очень полезный, кстати. Да, кстати, Антон, вот такой у меня вопрос. Вопрос, да, насколько я знаю, вы путешествуете с 14 лет. Мы с вами одногодки, да, это все прекрасно. Вы уже везде попутешествовали. Я практически мало где путешествовал. Вот смотрите, такого рода вопрос. Есть ли разница в восприятии, я не знаю, где-то как переносятся определенные трудности, общение с людьми в молодом возрасте и сейчас, например, да. То есть я не говорю, что мы сейчас старые, но тем не менее, все-таки с каким-то багажом, опытом мы и набрались. Ну, сейчас как-то проще, конечно, чем 30 лет назад. Но связано еще с тем, что мир меняется, и в целом многие вещи появились, которых раньше не было. Например, там, когда, опять же, с этими же органами правоохранительными, когда там тебя, у меня там в 90-х годах там осталось, нечего особенно показать, ну, кроме паспорта и своего собственного организма. Потом, значит, в 2000-х годах я уже стал с собой газеты носить, с какой-то информацией про себя, чтобы если где-нибудь там в Узбекистане приклеился милиционер, то, значит, из меня вывалится газета там про меня, и, значит, уже все про меня ясно, меня уже отпускают. Если в газете пропечатано, значит, человек хороший, там, такой подход. Ну, а потом уже появился интернет, и стало еще проще, просто в гугле набираете, и все. То есть стало просто проще из-за возраста, а из-за того, что я одним делом занимаюсь долго. Если вообще любым делом заниматься долго, постепенно становится проще им заниматься. Любым делом. Если там 30 лет рубить дрова, то станешь большим специалистом по рубке дров. А если там 30 лет изучать какой-нибудь там китайский язык, то, конечно, в нем тоже приобретешь хорошее свойство, будешь знание, да, будешь хорошо говорить. Если 30 лет путешествовать, то все уже будет проще, уже будут проще решаться те же вопросы, которые сложно решались раньше. Что-нибудь запрещено, но тебе, как человеку уже в теме, уже это, ну, ладно. В качестве исключения вам разрешим там сесть на пароход, в локомотив, там еще куда-нибудь. В качестве исключения можно. Или там дадим визу и так далее. Так что просто опыт, он в любом деле, он важен. И мне тоже путешествовать становится проще. Но еще потому, что мир изменился, и много появилось вещей, которых не было раньше. Вот я говорю, что там же интернет, информацию можно, кого-нибудь расписание или что-нибудь, режим работы по гранпереходу, узнать не ехать за 5000 километров, а узнать дистанционно. Так что мир еще в целом стал очень удобен для жизни. Не знаю, долго ли это продлится, но пользуйтесь. Пока что все, хвала Всевышнему, очень удобно стало жить. Очень просто все эти авиарейсы, интернет, информация обо всем. Так что проще, чем в 90-х годах. В магазин зайдешь, все виды продуктов, чего хочешь. Так что много мирских удобств появилось. Много мирских удобств, которые мы не ценим, но они у нас есть. Причем во многих странах их до сих пор нет. Ну, вы поезжаете куда-нибудь там в Малайю, видишь, там люди живут до сих пор, как в 15 веке, многие, до сих пор у них не появилось ни электричества, там ни водопровода, они остались хорошими людьми. Прошу заметить, и мавританцы, и суданцы, и так далее. А как люди реагируют, увидев ваш паспорт, то, что вы из России? Как вот вообще? Ну, значит, если это пограничники, то они обычно, как правило, в мире оптимистично реагируют. То есть, как правило, большинство стран мира реагируют с интересом, с оживлением. Начинают оживляться, говорят, о, Россия, там, Путин, ну, обычно какая ассоциация. Начинают что-нибудь там спрашивать о современных текущих событиях, но, как правило, хорошо реагируют на российский паспорт во всяких странах Южной Америки. Вот последнее время, это зима в Южной Африке, прошлая зима в Южной Америке. Да, это там в Афганистане, да, хорошо, как правило, реагируют. Но, если был бы я с какой-то страны такой более маленькой, было бы труднее. Там, скажем, с Таджикистана, там люди некоторые, ну, не знают в мире, где Таджикистан, начинают беспокоиться, спрашивать, что это за страна, вызывают там начальника и так далее. Мне рассказывал консул Российской Федерации в Анголе, что к нему пришел таджик с просьбой дать справку о том, что такая страна, Таджикистан, действительно существует. Потому что никто не верил, что такой Таджикистан есть, но кто-то не верит, не знает, как подтвердить. Посольства Таджикистана нет, ничего нет, значит, дать справку, что Таджикистан существует действительно. Кстати, вы не составляли, Антон, карту там, где приходилось сидеть в тюрьме, например, в странах? Это не все, что-то коротко же, очень коротко. Все эти тюрьмы, вот я только два раза в понедельник сидел, когда-то в 99-м году в Батуми, 2003-м в Эфиопии. Остальное все очень быстро, все очень быстро рассасывается. То есть все эти мини-посадки там в 2002 году, там в Афганистане, там на сутки, или там в Танзании, все остальные посадки очень маленькие. С современным ростом информации в мире уже, если уж даже заберут, то скорее всего очень быстро отпустят, разберутся. Какие ощущения вообще, когда в чужой стране попадаешь в тюрьму? А уже это, ну как, первый раз всегда неприятно. Да любая вещь всегда неприятная. Двойка в школе получить неприятно, потом привыкает человек и так далее. Первый раз все неприятно. А потом постепенно, значит, ну как, система работает. Тебя задерживает какой-нибудь мелкий какой-нибудь дядька. Потом он передает информацию начальнику, кто-то еще другому начальнику, кто-то еще другому. Пока, наконец, не дойдет до умного. Когда до умного дойдет, уже тебя отпустят и, как ухим, даже может подарить каких-нибудь угощений, торжественно выгонят оттуда. Но просто нужно дождаться, когда появится умный. Чем страна более простая, тем хуже там связь с майором, с генералом. Трудно его достать, с ним связь нестабильная, он в другом городе и так далее. Но обычно все быстро решается. И вот в последнее время, уже хвала Всевышнему, последние там лет 5-6 даже и не помню, чтобы где-то я в какой-то тюрьме бы и сидел. Не припоминаю. Обычно видишь только других граждан, которые сидят, а сам не находишься. Например, захожу, ночевал в полицейском участке в Зимбабве, захожу, а там на полу лежит какой-то задержанный гражданин с ножными кандалами, ручные ножные кандалы, лежит на полу и не шевелится. То ли спит, то ли его уже обработали, непонятно. Вот так, милиционеры все пьяные там в Зимбабве, к сожалению, там такое не очень цивилизованное общество милицейское. Ну а так, что вообще уже составлять карту там посадок мне как-то никакого архипелага ГУЛАГа не составило, потому что, к счастью, редко это все происходит. Вообще неприятности происходят редко с путешественниками. Чем больше у вас опыта, тем меньше неприятности. Вот и все. Бывалось то, что из-за неприятного впечатления, например, из какого-то случая неприятного, может испортиться полностью впечатление о стране? Нет, ну ни разу такого не было. То же самое Грузия, когда там нас посадили с друзьями в 99-м году. Потом там поменялась власть уже, и того человека, который нас посадил, самого посадили. Потом, значит, прошло еще какое-то время, еще прошло лет 15, значит, он уже вышел, принял ислам этот начальник, писал мне какие-то e-mail, вот, и собирается там развивать туризм в Грузии. Ну, как-то все меняется, люди меняются, и все, и страны меняются, и страна Грузия, в которой милиционеры были вредные, стала очень даже благоприятной страной, Узбекистан. Сколько там было трудностей при президенте Каримовой? Сколько? Начиная с границ, начинали всех песочить, дрючить, каждую копейку на все. Нужно было иметь декларацию, нужно было иметь документ. Там берут у тебя фотоаппарат, где документ на фотоаппарат нету, значит, краденый, вот. Какие-нибудь там деньги, если разница между деньгами на въезд, на выезд, значит, деньги там украл, или наоборот, деньги нелегально поменял, столько было хлопот. Сейчас приезжаешь, вообще было гадать. Сейчас приезжаешь, на границу никаких не деклараций, ничего не надо. Штампик поставили, добро пожаловать в Узбекистан. Регистрации никакой там в течение двух недель не надо. Все очень сильно облегчилось в Узбекистане том же. Так что, если даже какая-то неприятность с вами в стране произошла, нужно просто подождать, приехать еще раз. Потом вы поменяетесь, и страна тоже поменяется. Все меняется постепенно. В Афганистане при прежней власти, проамериканские, больше дрючили людей. Ну как, милиционеры на постах, и своих тоже, со своих брали взятки. Иностранцев, им больше мозги конопатили под разным соусом. А теперь, пожалуйста, вот приезжаешь, сейчас нынешняя власть афганская, на постах никаких взяток нету. Там все, там, салам алейкум, алейкум, ассалам, все в порядке, все в порядке. Ну, Бурубахар, все его пути. Вообще никаких проблем. Если касается иностранца, ну, посмотрят паспорт, они не знают, что делать с иностранцем. Просто они его не видели, никогда смотрят, что-то начинаешь ему объяснять. Это паспорт, это виза Афганистана. Но если он не понимает, он звонит начальнику, и тот говорит отпустить. Так что страны меняются, люди меняются, и все, хвала Всевышнего, нужно просто иметь терпение. Что-то не понравилось, нужно приехать еще раз. Первый раз был в Индии, индусы все на меня нападали, какие-то бомжи, жулики. В 98-м год. Всякие жулики, бомжи все на меня нападали, какие-то вредные были индусы, в гости не звали. Прошло лет 10-15, приезжаю еще раз. С Катериной, правда, приезжаю. Начинают в гости звать, вот, начинают как-то хорошо относиться, начинают что-то дарить. Приезжаю еще раз, еще лучше все становится. Так что мы меняемся, и мир меняется. Нужно иметь терпение и постоянство намерений. Интересно, у меня знакомый был тоже, он велосипедом путешествовал. У него велосипед какой-то был просто дорогущий, и ему сказали, лучше замотай вот эти все надписи, названия, скотчем, чтобы там, ну, такой застарь, там, как бы специально все это сделай. Потому что, ну, люди, которые более-менее знают ценности вещей, как бы они могут просто у тебя это все забрать. И он говорит, сначала не подумал об этом. Когда пару раз он около дерева там немного прилег отдохнуть, его там чуть не обокрали, он даже привязывал себя, велосипед, к дереву, например. И потом все, как бы, обматывал, застаривал свой дорогущий велосипед. И таким образом, как бы, уже люди не обращали внимания на какие-то дорогие вещи. Вы насколько вот какие-то такие лайфхаки, чтобы там, чтобы не вызывало желание вас там обократь или как-то вот... Ну, вообще, в целом, я беру с собой только дешевые вещи, дорогие их не беру. И вы тоже берите только дешевые вещи. Если вещи вам дорогие, оставьте их дома. А так, понятно, что всегда происходит диффузия вещей. Что-то сопрут, что-то подарят. Это всегда происходит, просто можно потерять, что-то может сломаться. Поэтому, в целом, если какие-то вещи вам дорогие зачем-то, ну, просто дома их оставляйте. А так, берите с собой все самое простое, дешевое, ну, и проверенное все-таки. И не какое-то там только что купленное. Постепенно не нужно привязываться к вещам. Понимаю, что да, в мире любая вещь может исчезнуть. Все, мы даже сами потом умрем, и то есть, все это исчезнет. Даже тело у нас исчезнет. Все исчезнет. Поэтому сильно беспокоюсь, что там утащился фотоаппарат. Да, бывает, меня там в Мексике украли фотоаппарат, потом, правда, подарили другие люди. В Иордании у меня... А нет, в Греции украли фотоаппарат, в Иордании подарили. Тоже такой был случай. Ну, это через... Сначала в Греции украли, через две недели в Иордании подарили. Бывают такие вещи, что-то украдут, что-то подарят. Не нужно беспокоиться. Опять же, нужно иметь терпение, понимать, что все именно реально необходимо. У нас уже есть. Ну, если что-то для текущей нужды Всевышний нам что-то подарит, что-нибудь выдаст. Не нужно беспокоиться. Давай, что деньги сопрут. Такое бывает несколько раз. Такое было, что деньги воровали. Но потом как-то все равно находится выход, опять же, или продать, или как-то какую-нибудь ненужную вещь, которая находится у вас в рюкзаке при себе. Так что, ничего страшного. Если даже что-то утащили, ну, ладно, бог с ним. Вот, пускай так оно и будет. Вот, Всевышнему виднее, куда эту вещь нужна, надо переместить. Когда будет нужно, к нам другая полезная вещь, обратно переместиться. То есть, нам, поскольку в мире очень много вещей, и Всевышнему несложно нас снабдить всем необходимым тут же. Если что-то у нас утащили, значит, может, нам ведь это не так необходимо, мало ли. Все появляется само в путешествии. Если долго ездишь, все появляется, исчезло, появилось, потерял, нашел. Вот так. Кстати, вот я, может, добавлю. Да, конечно. Как хазрата у меня очень это близко. И такая мысль возникла, что есть болезни, духовные болезни, например, злоба, ненависть, высокомерие. И против каждой болезни есть излечение, как говорится в Куране, что Аллахтар создал излечение все это. И есть болезни духовные, как раз, например, отсутствие тавакуль, отсутствие упования на Всевышнему Аллату. Вот я думаю, как раз одно из наилучших лекарств, одно из, это как раз путешествовать, вот как вы путешествуете, именно с абсолютным упованием. Сначала там уповаешь на то, на другое, Аллахтар забирает у тебя это. Я помню историю Диогена читал, у него не было ничего, кроме миски для подаяния. Когда он в одну ночь с испугом проснулся, ему приснилось, что у него миску украли, и он взял на месте его, слава богу, как бы, ну, нет ничего, вот это миска для подаяния. И потом он понял, что он привязан к этому материальному, и это мешает ему, чтобы он дошел до духовного. И он выбрасывает просто эту миску, и теперь я свободен. То есть он спокойно ложится, и как бы, а теперь я могу не переживать, ни про что миской я не думаю. И как Гаиса Алейсалям, у него же не было прописки. Почему его не могли римские легионеры найти? Прописки нет, он даже, не то что прописки, он вечером не знал, куда он придет. Он абсолютно уповал на Всевышнего, и Всевышний в Коране говорит, если вы будете по-настоящему уповать, я вас буду, как бы, рядом с вами, буду вам постоянно помогать, отправлять. И подобно птице Всевышний в Коране прибывает, у нее нету там банковского счета, у нее нету там гипермаркетов, пятерочек, ашанов, там, да, хотли и так далее. У нее нету этого всего, но есть упование на Всевышний, и она влетает, не зная, где она найдет еду, и возвращается в свое гнездо уже сытое и с едой. То же самое Всевышний, он тоже каждому из нас помогает. Ну вот, как раз такие путешествия позволяют абсолютно полностью убедиться вот в этом, открыться, и Всевышний, Аллах Атааля, дает вот это полноценное, духовное ощущение упования на Всевышнего. И в хадисе говорится же, уповать даже в банальных вещах. Даже когда вы завязываете снурки на своих сандалях, вроде закрытыми глазами, даже любой ребенок с детства может на автомате все это сделать, даже тут вы уповаете на Всевышнего, и Аллах Атааля будет вам постоянно помогать, иншаллах. — Антон, буквально в 5 минут еще у нас осталось от программы, да, в качестве заключения. Вот были ли страны, в которых хотелось бы остаться, или было тяжело уезжать, вот прям вот все проникся, все там все свои? — Да в любой стране, вот если долго находишься, уже трудно уехать, потому что прилипаешь. Первый день в любой стране тяжело, там язык непонятный, все кажется дорого, машины не стопятся, люди какие-то странные, в гости не зовут, все тяжело. Потом постепенно и автостоп улучшается, и в гости начинают звать, и язык начинаешь понимать, и все дешевеет с каждым днем. Потом через неделю, через две уже все становится дешевле, чем в России, там в два раза, потом уже все уже бесплатно дарят, еще и догоняют, и еще дарят. В итоге из каждой страны, где провел долго, трудно уехать, конечно, потому что расстаешься, как там оставляешь частичку себя. И тот же самый, в любую страну хочется возвращаться постоянно. Вот Таджикистан сколько раз возвращался, с 99-го года каждый раз возвращаюсь, все лучше и лучше все получается. Таджики, они очень классные люди сами по себе, постоянно снабжают меня всякими там, ну, приглашают в гости, подвозят на попутных машинах. Если я приезжаю там с друзьями, какую-нибудь квартиру найдется бесплатную, чтобы мы там могли остановиться. Если же в Киргизии тоже приезжаю, и опять хочется, и новые места там открываются. И даже страны, в которых был недолго, там Малави, например, приезжаю, и да, действительно хочется еще раз вернуться в Малави, такие классные люди. Так что это происходит практически с любой страной. Главное провести там не один день, не два, а какое-то более долгое время. Там ты через две, через три недели, ты уже к ней так приклеиваешься, что уже трудно оттуда уехать. Приходит себя как-то выдирать с корешками и пересаживать себя в другую страну. А так, да, человек корни пускает. В этом, кстати, причина того, что многие остаются в одной стране или переехали в другую, и потом уже никуда больше не двигаются. Приросли. Но я как-то стараюсь себя все-таки выковыривать и в другую страну пересаживать. Все-таки не буду я аборигеном Малави, все-таки вернусь обратно в Россию, потом поеду еще куда-нибудь, иншалла. Есть такое как раз выражение, в этом мире нужно быть, вот как раз, как вы призываетесь, то есть ты находишься путником, ты путником, и просто вот ты пришел, Малави, отличная страна. Ну, пойду и дальше. Вот примерно так же. И в этом мире во всем практически быть нужно вот в этом состоянии. И это состояние, оно нас еще ближе сближает ко Всевышнему. Ближе понимание возникает у человека и ощущение того, что Всевышний Лахтар везде и повсюду. Вот многие этого лишены, кстати, к сожалению. И вот эти путешествия, они раскрывают человека со всех сторон. Вот именно в духовном плане они человеку дают такой скачок упования, скачок общения, и оно сближается в Всевышний Лахтар. Это вот такой момент, к которому как раз призывал пророк Мухаммад Алиса. Он тоже был таким. Если что-то его отягощало, что-то держало, он даже в хадисе описывается, читал молитву, и в какой-то момент прервал молитву, быстрее пошел, достал какой-то там динар, какой-то завалялся, где-то там залежался, и отдал пока нуждающийся. И потом дальше пришел в молитву и заново начал читать молитву, потому что это его отвлекало. То есть он пустил корни вот в это, как раз. И оно отвлекало от общения со Всевышним. Вот в данном случае, как раз если мы хотим получить максимальную пользу от намазов, от поклонений, от зикров, которые мы читаем, мы максимально должны быть без корней в материальное, а как раз именно с ветвями в духовное, как раз направленное. И таким образом достигаем наивысший вкус наших поклонений, иншалла. Пусть Аллах Тарай примет. Антон, а вот страна, в которой ни разу не были, не хотелось бы вообще? Ну, прямо нельзя сказать, чтобы не хочется. Просто я знаю, что маленькие страны, океане, например, какие-нибудь там Науру или там Федеративные Штаты Микронезии, просто я обо них ничего не знаю, и поэтому к ним большого интереса пока что не проявляю. А так все большие страны, во все большие страны хочется поехать. Какие еще остались большие страны? И в Африке хочется вообще во все страны поехать, и в Азии тоже. Так что, вот в России во всех регионах был. Так что в каждую большую страну, в каждую там, которая на карте как-то видна, хочется ее посетить, посмотреть, какие там люди живут, написать про них. Ну и постепенно, постепенно я этим и занимаюсь. Ну, на ближайшее будущее, какие у вас планы и пожелания нашим зрителям? Значит, ближайшее прямо, я сейчас летом, поскольку в России летом тепло, я сейчас летом здесь, ну, в России, Россия, Казахстан, там ближайшие страны, до Сахалина я поеду, иншалай, это будет летом. А потом, значит, на ноябрь, я думаю, если австралийцы дадут визу, то поехать в Австралию, там пока еще не было в Австралии. И также я хочу Индонезию, там уже с супругой мы побываем в Индонезии, поплаваем опять на пароходе, посетим разные города Индонезии, ну, опять же, Малайзия, Вьетнам, это будет Юго-Восточная Азия, как раз сейчас на эту ближайшую зиму. Ну и, конечно, надо как-то что-то делать с западноафриканскими странами, осталась там целая коллекция стран, которых я еще не был. Но это уже будет, я думаю, что в следующем году, иншалай. В общем, спасибо большое, спасибо. А всем нашим зрителям хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Антон Кротов, основатель Академии вольных путешествий. Человек-путешественник, человек мира, гражданин мира, скажем, да, который постоянно находится в движении, находится где-то в путешествии, открывает для нас с вами новые страны. Мы с вами сидим на диване, он прямо непосредственно уже ведет нам репортажи, показывает, как люди живут в других странах, что там есть хорошего, что там есть не очень хорошего. А также Султан Хазрат Мурадзимов и Мамхатып, мечети Рамазан, города Казани. Спасибо вам большое за то, что приняли наше приглашение. Спасибо, что сегодня мы провели такую замечательную беседу. И хотелось бы попрощаться с вами со словами благодарности. И в надежде, что мы все-таки с вами сможем встретиться еще в очередной раз после ваших очередных путешествий, Антон, в нашей студии, как мы периодически постоянно с вами это делаем. Ассаляму алейкум, вархматуллах, барекатуху. Валейкум ассаляму, вархматуллах, барекатуху. А всем нашим зрителям напомню, что все ваши интересующие вас вопросы вы можете отправлять нам на электронную почту, которую видите у себя на экране. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя, своих близких. Проводите время с пользой и смотрите телеканал Хузур ТВ. Ассаляму алейкум, вархматуллах, барекатуху. Мир вам, милости, благо Всевышнего Аллаха, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok